Традиционный майский мотокросс на приз фонда заслуженного тренера РСФСР по греко-римской борьбе Анатолия Кишицкого собрал 59 спортсменов из Алтайского края, Хакассии, Красноярска, Новосибирска, Томска, Кемерово. В числе участников были не только любители, но и настоящие профессионалы, мастера спорта. Победителей призеров ждали не только бурные овации зрителей, которых, к слову, собралось большое количество, но и приличные денежные премии. Призовой фонд распределяется за лучший старт, кто первый стартует, потом, соответственно, по результатам заезда, кто приезжает первый, будет три места. И, по-моему, до пятого места тоже все это денежные будут гонки. Класс открытый. Мотокросс достаточно дорогой вид спорта. Стоимость мотоцикла порой достигает более 10 тысяч долларов, не считая обслуживания техники и ее транспортировки до места проведения соревнований. Некоторые запчасти к своим железным коням приходится заказывать даже из-за рубежа. Определенные сложности и денежные затраты возникают и при подготовке трассы. В этом году организаторы постарались сделать ее по всем стандартам и соответствующим нормам. Протяженность составила 1200 метров, а трамплины позволяли спортсменам прыгать до 6 метров в высоту, что, безусловно, добавило адреналином от огонщика. Трасса очень хорошая, тяжелая трасса, уровень трассы, я так скажу. Погода единственная ветер, то есть, когда прыгаешь, может дуть. Единственное, что ветер, а так все отлично. Всего соревнования прошли в семи классах. Наиболее зрелищный был открытый. В нем развернулась ожесточенная борьба за первое место. Соперникам давалось 20 минут времени плюс два круга. Рубсовчанин Егор Ефанов в ходе гонки несколько раз лидировал, но спортсмен из Черногорска Республики Хакассия Денис Присяжный каждый раз опережал нашего гонщика и в итоге финишировал первым. В классе 85 кубических сантиметров абсолютным победителем стал еще один рубсовчанин Дмитрий Буравлев. Третье место занял барнаулиц Артур Буторин. В 50 кубиках чемпионство досталось Яну Кишицкому из краевой столицы. 7 и 8 июля в Рубсовске пройдет заключительный этап по мотокроссу, а 21 и 22 июля уже в Барнауле состоится международный турнир Кубок Содружества. Дмитрий Гладкиев, Антон Червяков. Новости.